Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает воподом. Сегодня речь пойдет о фантастической совершенно книге. Фантастической в смысле оформления, в смысле дизайна и в смысле содержания. Это Астрокот. Знакомьтесь. Итак, профессор Астрокот и его путешествия в космос. Значит, автор текста Доминик Валлиман, художник Бен Ньюман. Это не просто какой-то комикс с научно-популярным содержанием. Это настоящее роскошество. Здесь вы видите забавную историю того, как для маленького ребенка излагается вся наука, точнее, вся группа наук и вся сфера знаний о космосе, о месте человечества в космосе. Причем, несмотря на то, что вроде бы по формату, дизайну, яркости иллюстрации, соотношению картинка-текст, книга предназначена для самых юных читателей, по содержанию, несмотря на очень доступный и очень ясный, понятный текст, она содержит огромное количество информации. И эта информация подана без всяких скидок на сюсюканье для малышей, да, без всяких каких-нибудь купюр, которые, значит, неизбежно возникают из-за того, что у нас младший школьный возраст в качестве адресата. Книга адресована современным продвинутым дезям, которые уже в детском саду знают слова спутник, ракета, знают, что земля круглая, знают, что с точки на небе светящиеся, это звездочки. Ну, иногда это ангелы со свечечками, да, которые смотрят ласково на тебя снизу. Но в остальное время это точно звезды, которые представляют собой огромные шары огненной учистой материи, да, энергии. Итак, значит, Астрокот это своего рода комикс, значит, в котором рассказывается в доступной форме о том, как возникла Вселенная. Вот вы видите на полном серьезе первый разворот, это большой взрыв, да, с потрясающе простым описанием, что такое остаточное фоновое излучение, за которое была, значит, вручена Нобелевская премия, за открытие которого, да, знаменитое вручение. Здесь простой пример приводится, если вы включите ненастроенный радиоприемник, который не ловит никакую станцию, то вы услышите треск и шипение. Треск и шипение будут содержать в себе в том числе фоновое излучение, которому миллиарды и миллиарды лет, и которое за истекшее время превратилось из потока световой энергии, да, фотонов, превратилось в радиоизлучение. И вот эти помехи, вызванные, конечно же, грозами, атмосферой Земли, различными техногенными источниками и так далее, вот там, вот это шипение в радиоприемнике, оно будет содержать, если все остальные помехи убрать, оно будет содержать и вот это фоновое излучение. Очень простой пример, который может проверить на себе любой школьник. Благо, радиоприемники еще есть во многих домах, интернет их не заменил окончательно, да. И это действительно очень наглядный пример. Дальше рассказывается о рождении звезды. Вот так вот наглядно, просто, ясно о том, что такое галактики. Конечно, здесь вы не найдете эволюцию галактик, вот, не найдете классификацию с буквенным обозначением, да, но, тем не менее, все необходимое о том, что такое галактики, почему они в виде спирали, да, бывают, значит, сколько примерно на них содержится звезд, все это вы найдете. Солнце четко, в разрезе, как надо. То есть, на самом деле, у нас информация подается на уровне современного астрономического кружка, да, школьного, а вовсе не детсадовской книжки с картинками. При этом у тебя полное ощущение остается, что ты листаешь нечто необычайно веселое и очень доступное, благодаря тому, что подкупает форму иллюстрации. Еще раз повторюсь, очень напоминает комикс, очень напоминает, более того, старый комикс, вот, с отсылкой к ретро-стилистике, стилистике 30-х годов, научпопа 30-х годов. Она еще тогда была черно-белая, только становилась цветной в полиграфии и на экране. Потом, соответственно, отсылает к современному дизайну, да, вот эти вот все напоминающие аппликации приемок от изображения, да. Художник здесь потрясающую стилистику отточенную разработал, да. Рассказ о планетах нашей Солнечной системы. Значит, вся информация актуальная, современная, Плутон уже не числится планетой, объясняется наглядно, почему. Рассказывается подробно об ослоении околоземного пространства, причем, разумеется, отведено огромное внимание лунной программе, это понятно. Но на отдельном развороте показаны полет первого человека в космос и спутник, и все это, соответственно, в должной пропорции. И самое главное, объяснены очень многие технические детали. Детям страшно это нравится. Вот, например, вот на этом развороте, да, показан в деталях космический скафандр. Изображение скафандра, оно схематичное, а вот подписи очень подробные. То есть, можно понять, для чего какая деталь скафандра предназначена. Незабытые зеркальца, потому что ты многого не видишь, у тебя обзор сильно ограничен стеклом шлема, да, значит, который позволяет увидеть. Незабытый карман для образцов грунта, в который удобно складывать камешки, чтобы не тянуться, он сделан на колени, да. Вот, очень много деталей, о которых, в принципе, не помнишь, когда об этом читаешь или когда читаешь взрослые научно-популярные материалы. Дети такие детали обожают. Вот прекрасный разворот, посвященный Международной космической станции. Цели, задачи, строение, так сказать, я говорю, на очень серьезном уровне. Все подано. Спутники и их роль в жизни современного человечества. Все то, что должно быть, обязательно известно ребенку современному. Даже если он не проявляет особого интереса к технологии. Ну, это естественно. Дальше идет самое интересное. Набор занимательных фактов, где в Солнечной системе определенное тело легче всего, где вы испаритесь мгновенно, а где вы, значит, замерзнете в ледышку также мгновенно, да. Такие вот забавные факты, да, они всегда пользуются очень большой популярностью в детских книжках. И здесь не без этого. Здесь очень многое рассказано именно о том, как чувствовал бы себя человек, путешествуя он более свободно и независимо по Солнечной системе, да. Вот здесь Юпитер, большое красное пятно Юпитера, Сатурн, особенности вращения Сатурна и Нептуна, особенности строения колец и так далее, да. Вот, наконец, звездное небо с упрощенной, схематичной, но очень подробной звездной картой, да, карты созвездий, распределенной по временам года, как это всегда в популярных книжках, да. Немножечко о телескопах, о том, зачем нужны инфракрасные телескопы, радиоастрономия, о том, что такое земная атмосфера и как она мешает оптической астрономии, да. Вот, например, вот хороший пример, да, информация о том, как эволюционирует звезда. Мы все знаем, что такое сверхновая, что такое планетарная туманность, которая, конечно, не планетарная, да, ошибочные названия. Ну, если кому интересно, загляните в Википедию, да. Но здесь разделение четкое уже на сверхновую и на гиперновую, а также упоминание нейтронных звезд и черных дыр. И эта вся информация открыта в конце 20-го, начале 21-го века и показывает, что, несмотря на такую вот ретро-стилистику небольшую, да, книга чрезвычайно актуальна. Особенно мне понравился раздел о возможностях жизни в Солнечной системе. Это крайне дискуссионный вопрос. И если сейчас открыты бактерии и микроорганизмы, которые живут в полной темноте на дне океана у горячих источников, да, они не фотосинтезируют, им совершенно не нужен солнечный свет. И ведутся споры о том, на Европе, на спутнике под коркой многокилометровой, коркой льда, может ли содержаться геотермальная, значит, подогретая горячим ядром вода океана глубочайшего, и могут ли там обитать какие-то микроорганизмы, то, значит, здесь уже нарисовано, что мы можем встретить на разных планетах неземная жизнь. И все это основывается, опять же, на выводах ученых, которые делаются на основе предположений о том, могут или не могут быть какие-то бактерии жить вот в таких условиях. Город будущего и освоение космоса будущего, то, что может быть нам пригодится в будущем, если мы научимся таки летать звездам, например, спячка, сон, вот эти замечательные животные, они тут все, они не померли, они и спят, потому что ребенку доступно объясняется расстояние таковы, что лучше проспать это время, чем постареть на иное количество лет, пока ты летишь в далекой звезде, и так далее. То есть, вот это уже в чистом виде, да, такой рисованный комикс, да, из области научной фантастики, как говорится, на сладкое, да. В конце дается небольшой словарик, он чрезвычайно ограничен по объему, но книга и не рассчитана на энциклопедический обзор всех возможных знаний по этой теме, да. Она предназначена, прежде всего, для малышей, вот. По-моему, это потрясающая вещь, когда вы будете листать ее сами, вы убедитесь в том, насколько детальны при всей своей вот аппликационности, да, при всей такой плакатности, насколько детальны, насколько защищены стилистические эти иллюстрации, и как это все здорово скомпоновано, оформлено, да, книга заменяет собой целую толстую детскую энциклопедию, потому что не всегда полезно, когда меньше иллюстраций, больше текста, выглядит умно, да, но ребенку не нравится. Ребенку хочется, чтобы это было вот так вот, ярко, наглядно, празднично. В сущности, технический прогресс – это праздник человечества. Это наша с вами победа над силой природы, над тем, чему мы совершенно не нужны. Разум, он непонятен, непонятно, он нужен природе или не нужен. Ученые и философы бьются над этими проблемами, а мы с вами на практике решаем их очень просто. Жизнь – это праздник, и надо и знания получать тоже вот в такой яркой форме. Ну, вот такое философское заключение. Итак, профессор Астракот и его путешествия в космос. Значит, издательство «Ман, Иванов и Фербер». Потрясающий совершенно, на мой взгляд, путь для самых юных читателей от примерно 6-7 лет. Ну и до, вот даже мне было интересно читать, серьезно, там верхней планки просто нет. Эта книга это еще и эстетическое наслаждение доставляет. Вот, путешествие за пределы нашей Голубой планеты. Читайте, наслаждайтесь, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok